2018-й был объявлен годом охраны труда в профсоюзе не просто так. Дело в том, что ровно 100 лет назад тогда еще Народный комиссариат труда создал орган по надзору за техникой безопасности. На различных предприятиях за ней следили назначенные люди, которых позже стали называть техническими инспекторами. С января текущего года в регионе проходят мероприятия, посвященные этой дате. Одной из них – конференция в гимназии номер 11 Дзержинского района. Для образовательных организаций тема это очень важна, потому что мы отличаемся от всех организаций тем, что помимо того, что наши работники нуждаются в безопасных условиях труда, но мы работаем и с детьми за жизнь и здоровье, которых мы тоже отвечаем. И в образовательных организациях есть весь спектр условий, которые необходимо сделать безопасными. Это у нас и спортивные площадки, и спортзалы, и компьютерные классы. Поэтому тема для нас очень важная. В образовательных учреждениях персонал постоянно проходит обучение, а сами здания проверяются инспекторами несколько раз в год. Например, в Дзержинском районе проходит декада охраны труда. И это не только обычные визиты специалистов в учебные заведения, а различные творческие конкурсы, победители которых получают ценные подарки. Руководители образовательных учреждений, они наоборот, в общем-то, воспринимают наши проверки, не сказать с удовольствием, но по крайней мере действенные. Потому что когда мы придем и покажем им, что вот это вот надо вот так сделать, а вот этот вопрос вот так решается, они просто потом будут уверены, что придет какая-то другая проверка, а у них все, в общем-то, сделано правильно. И это, в общем-то, радует. Конференция – это некая точка, когда представители организации профсоюза подводят промежуточные итоги работы в этом году. Также на мероприятии назвали победителей смотра конкурса название лучшей профсоюзной организации по охране труда. Определяли самых-самых по нескольким критериям. В конкурсе учитываем там и перспективное планирование по проверкам, и ежегодное планирование, и количество проверок, проведенных этими внештатными инспекторами, и сколько выдано представлений о устранении нарушений, которые выявлены в ходе проверок. В итоге первое место заняла профсоюзная организация Дзержинского района. В рамках научно-практической конференции участники говорили о профессиональном выгорании педагогов и о путях решения данной проблемы. Также специалисты рассказали, как осуществляется контроль за условиями и охраной труда. Пришедшие на мероприятие разобрали различные случаи из своей практики. Себина Саблина, Максим Ищеряков, телеканал «Волгоград-1». Себина Саблина, Максим Ищеряков, телеканал «Волгоград-1».